Доходы от использования общего имущества есть, а куда использовать эти доходы непонятно. Чтобы было понятно, Роман Казаков, председатель Координационного совета организации Народный контроль ЖКХ. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Роман. Итак, заработал дом денег, что с ними можно сделать? Мы как раз в прошлый понедельник начали этот вопрос обсуждать и успели обсудить. Один из вариантов траты этих денежных средств – это выплаты и вознаграждения совету дома, и способы, и подводные камни, все нюансы. Поэтому я думаю, что в пабликах компании ТВК и «Нового утра» в социальных сетях с этим видео можно ознакомиться. Мы начали обсуждать тему капитального ремонта, и вот давайте с нее постепенно и начнем. Если многоквартирный дом копит денежные средства на счете регионального оператора в общем котле, то особо помогать им нет необходимости. Мы, когда принимали решение на общем собрании о накоплении денежных средств в системе регионального оператора в общем котле, мы взяли на себя обязательство передавать минимальный установленный правительством Красноярского края взнос в систему фонда капитального ремонта, а фонд капитального ремонта взамен принял на себя обязательство в установленной региональной программой сроки проводить в нашем доме ремонтные работы. Поэтому передаваем деньги дополнительные, не передавай, ремонта у нас больше не будет, и быстрее он тоже не случится. Если мы купим деньги на специальном счете, здесь ситуация противоположная. Это наши денежные средства, и мы этими денежными средствами распоряжаемся. То есть, если мы быстрее сформируем фонд капитального ремонта на специальном счете, в этом случае мы этими деньгами сможем воспользоваться и быстрее провести этот самый ремонт. То есть, для того, чтобы ускорить сроки проведения капитального ремонта при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, мы можем как раз заработанные нами деньги применить. Другой вариант, мы можем расширить список работ. Мы можем дополнить его сверхустановленного минимального перечня. То есть, когда мы начинаем проведение капитального ремонта, мы понимаем, что у нас есть заданный перечень работ, в который могут дополнительные составляющие не входить. Мы эти составляющие тоже можем расширить, то есть предусмотреть несколько больше составляющих, которые нам нужны. Чтобы быть конкретным, чтобы не оперировать абстрактными абсолютно словами, когда производится ремонт крыши в многоквартирном доме, капитальный ремонт крыши, может выясниться, особенно касается старых домов, может выясниться, что в доме, допустим, деревянные перекрытия, и они уже подгоняли, всего того, что дом очень старый. Проблема в том, что деревянные перекрытия не являются составляющей капитального ремонта крыши, и они вообще ни к какому капитальному ремонту не относятся. И здесь может возникнуть проблема, которая заключается в том, что и ремонт крыши в таком случае, если вы не меняете перекрытие, делать бессмысленно. И здесь как раз могут пригодиться те самые денежные средства, которые мы сформировали, то есть которые мы собрали за использование нашего общего имущества третьими лицами. Третий вариант развития событий, когда мы говорим уже не про капитальный ремонт, а про текущий. И это самая насущная для многих жителей многоквартирных домов статья расходов, потому что капитальный ремонт случается нечасто и он довольно масштабный, а текущий ремонт имеет чуть ли не ежедневный, то еженедельный, ежемесячный характер точно. Постоянно что-то необходимо делать. И для того, чтобы не тратить денежные средства, которые, либо их может не хватать, которые мы перечисляем по строке содержания и текущий ремонт в адрес управляющей компании, мы можем дополнительно эти расходы компенсировать за счет тех денежных средств, которые мы получаем от использования общего имущества. Например, нам часто задают также вопросы относительно того, что ремонт подъезда это капитальный ремонт или текущий ремонт подъезда, когда мы говорим про штукатурно-малярные работы, это текущий ремонт. И если нам не хватает денежных средств по строке содержания и текущий ремонт, если не хватает остатков, мы можем воспользоваться теми денежными средствами, которые мы собрали на содержание общего имущества, которые мы собрали за использование общего имущества третьими лицами. Это одна составляющая. Вторая, которую тоже нам часто озвучивают, что, например, давайте отремонтируем отмостку за счет денег по капитальному ремонту. Это не случится, потому что отмостка – это составляющая капитального ремонта, но не целиком капитальный ремонт. Поэтому деньгами со спецсчетом мы воспользоваться здесь не сможем, но деньгами, которые мы собрали за использование общего имущества, вполне. И это денежные средства, которые в таком случае будут потрачены по существу. Еще одно направление – это энергосбережение. Это важно, потому что это форма инвестиций. Энергосбережение, причем весь комплекс энергосберегающих мероприятий, от установки счетчиков, хотя сам по себе установка счетчиков – это не энергосбережение, это просто, скажем так, весы. Мы взвешиваем реальное потребление, но мы его не сокращаем. Энергосбережение – это возможность дальнейшего сокращения расходов, сокращения потребления. Дело в том, что когда мы говорим про установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном доме – это энергосбережение. Когда мы говорим про утепление крыши – это энергосбережение. Когда мы говорим про утепление в фасадах, несмотря на то, что это дорогостоящая процедура, это энергосбережение. Та же самая установка оконных блоков в многоквартирном доме, замена старых деревянных оконных блоков на окна ПВХ, это тоже вариант энергосбережения. И туда мы тоже, проводя общее собрание, можем потратить наши с вами денежные средства. Это инвестиции, которые совершенно точно будут окупаться. Еще одна составляющая, она встречается не так часто, но это всегда заметно. У нас в центре города есть такие многоквартирные дома, такие дома есть на Красрабе, где подвалы, либо даже помещения на первых этажах, нежилые помещения, оказались в собственности не муниципалитета, что на самом деле часто является чудом, а оказались в собственности жителей многоквартирного дома, то есть это общедомовое имущество, это помещение, которое принадлежит жителям, собственникам этого многоквартирного дома. И что люди делают? Они просто сокращают на величину поступлений за использование общего имущества третьими лицами, сокращают величину тарифа на содержание текущей ремонт. То есть если в таком доме, например, в типовом обычный тариф 24 рубля с квадратного метра, то собственники принимают решение, что давайте в разрезе по году мы эту сумму уменьшим по итогу. И у нас с квадратного метра будет не 24 рубля, 17 копеек, как это у всех, а допустим 10 рублей. А оставшиеся 14, которые мы могли бы использовать, мы можем сократить тариф на эту величину и, соответственно, в месяц платить значительно меньше, чем могли бы. Еще один вариант развития событий – это формирование резервного фонда. Когда мы величину тарифа оставляем ту же самую, которая у нас есть, капитальный ремонт мы не трогаем, но при этом понимаем, что у нас могут возникнуть какие-то непредвиденные затраты, которые придется где-то компенсировать за счет каких-то источников, а этих источников оперативно собрать не получится. И в таком случае логично предусматривать формирование резервного фонда, и деньги, полученные от использования общего имущества, в резервный фонд могут быть направлены и в дальнейшем использованы. Но здесь важно всем помнить о том, что способы обращения с резервным фондом должны быть четко прописаны в договоре управления. Если мы делаем резервный фонд, мы должны прописать условия, как он формируется, как он контролируется, как с него расходуются денежные средства, и по какой процедуре идет отчет за денежные средства, которые были использованы. И еще одна составляющая, которая у нас может быть в этом всем цикле, это распределение денежных средств среди самих собственников. На мой взгляд, самое... Так можно. Просто раздать деньги. Мы деньги заработали, мы можем их распределить. Проблема в том, что это не очень разумно и, может быть, даже нецелесообразно. Почему? Ну, заработали мы, допустим, 150 тысяч рублей за год, и у нас в доме 150 собственников. Ну, логично, что мы относительно... Ну, не по тысяче рублей, потому что мы будем по квадратным метрам это распределять, но тем не менее. То есть мы можем между всеми собственниками это распределить. Беда в том, что в любом случае, если мы даже там 150 на 150 разделим для ровного счета, это тысяча рублей за год. И за вычетом НДФЛ, который мы тоже обязаны будем заплатить, ну, это, соответственно, у нас останется 870 рублей на одного человека. Деньги вряд ли кому-то в бюджете ситуацию сильно поправят. Но понимая, что если мы вдруг заработали на общее имущество 150 тысяч, это довольно серьезная сумма для того, чтобы какие-то благоустройства во дворе провести, либо энергосбережение сделать, либо там что-то еще. И в этом плане, конечно, на мой взгляд, логично все-таки эти денежные средства не распределять между собственниками, а направить именно либо на нужды капитального ремонта, текущего ремонта, может быть, сформировать резервный фонд, энергосбережение провести и другие вот мероприятия в многоквартирном доме. Были бы деньги, хочется так добавить, так закончить эту студию. А как заставить ваш дом зарабатывать и какие есть способы заработка именно для вашего дома, эта тема уже другого эфира, этот эфир тоже можно увидеть в социальных сетях ТВК. Продолжение следует... Продолжение следует...